Если так дело пойдет и дальше, то действительно скоро фрицам придет капут. В день съемок даже погода была в этом же настроении, шел дождь. Плачущее небо и памятная дата на календаре. В годовщину начала Великой Отечественной стартовал проект «Письма с фронта». Он открылся масштабным телециклом на нашем канале. Сегодня за пронзительную атмосферную работу награждают главного режиссера. Алмаз Акберов делится. Самой сложной, но самой интересной задачей было перенести зрителя в те дни, когда эти письма рождались. Проект получился вневременным, стирающий границы между прошлым и будущим. Он зацепил нас и всю творческую бригаду. Работали очень душевно, постарались передать максимально эмоции, которые там живут. Сердце наполняется жгучей ненавистью к врагу. Кулаки невольно сжимаются. Эмоции до сих пор живут и в тех, кто тогда стал голосом и лицом фронтовых писем. Одна из них Татьяна Ларионова, координатор проекта. Когда очевидно, что где-то свистят снаряды, когда непонятно, будет ли этот человек жить завтра, когда непонятно вообще, дойдет ли это письмо до близких, родных, любимых, кому это письмо отрисовано. И вот все это вообще, когда читаешь письма, чувствуешь. Мурашки по коже. Глобальная идея и всего неделя на реализацию. Для телеканала это был вызов, который невозможно не принять. Мы с вами получили огромную удовольствие, соприкоснувшись к этому. Это действительно один из лучших проектов, которые мы выконали в этом году. И, конечно, это тема, которая трогает дубовины души. Благодарность библиотекам, семейным архивам, школьным музеям. С миру по нитке, чтобы память жила вечно. А на сайте архивов Татарстана уже разместили больше полутора тысяч писем. Столько же в обработке. Письма с фронта – лишь часть партийного проекта «Историческая память». Его уже поддержали все музеи Казани. А вот из районов пока только 10. Это уже цель на следующий год. Рина Зинатольевна, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова